Здравствуйте! На первом карагандинском новости с вами Сергей Высокосов. Давайте вместе посмотрим, каким сегодняшний день увидели наши корреспонденты. Не все чиновники, проходившие по громкому делу Ахметова, признали свою вину. В Тимиртау в жилом доме обрушилась плита перекрытия. Только что к нам в редакцию поступила информация. В Тимиртау эвакуировали жители одного из домов. В жилой постройке обрушилась плита перекрытия между квартирами и крышей. Жертв нет. На месте ЧП сейчас работают специальная комиссия и службы. Улица Школьная, 16. Внутрь дома никого не впускают. В одном из подъездов обрушилась плита перекрытия между верхним этажом и крышей. Квартира Ольги Кирьяновой находится на втором этаже. По ее словам, все произошло неожиданно. В 10 вечера упала крыша. Ну вот в подъезде потолок обвалился. Мы открыли дверь, что вот кабельного не было. Открыли дверь, а там уже пыли, ничего не видно. Все. О случившемся жители сообщили в экстренные службы. Одни из первых на место ЧП прибыли спасатели. По указанному адресу 11 августа 2015 года произошло обрушение участка перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением в доме номер 16 улицы Школьная. Информация поступила в управление по честь города Тимиртау в 12 часов, 12 августа. При визуальном осмотре и по информации экспертов на момент обрушения техническое состояние первого подъезда классифицируется как аварийное. Жителей аварийного подъезда эвакуировали. Спасатели пока называют только одну причину обрушения перекрытия. В связи с тем, что дом эксплуатируется длительное время и под постоянным воздействием влаги произошло гниение деревянных конструкций в месте опоры строительных ног на балку. Иначе говоря, обрушение произошло из-за того, что дом очень старый и деревянные элементы крыши и перекрытия уже сгнили. Без крыши над головой остались 16 семей. Часть из них власти разместили в общежитии. Другие переехали к родственникам и друзьям. Ольгу Кирьянову с детьми приютили соседи. Все они сейчас мечтают поскорее вернуться в свои квартиры. Сейчас на месте ЧП работает специальная комиссия. Не все чиновники, проходившие по громкому делу Ахметова, признали свою вину. Прокуроры завершили зачитывание обвинительного заключения и перешли к допросу потерпевших. В частности, шла речь о тротуарном заводе, который, по данным прокуратуры, принадлежал экс-акиму области Бауржану Аблишеву. Ознакомившись с итогами расследования, подсудимые в большинстве свою вину не признали. Первым, кто ответил на вопрос судьи, был бывший аким Карагандинской области Серик Ахметов. С обвинением он полностью не согласен. Своим предметом мне обвинения не признаю полностью. Разучавшие сегодня, вчера, обвинения являются надуманными и не основанными на практических обстоятельствах дела. В подтверждение этого я и мои защитники представили в суду соответствующие доказательства и переведут соответствующие доводы. Ваша честь, я уверен, справедливо, объективно разбирайтесь с этого судебного процесса. Единственный, кто полностью согласился с обвинениями в свой адрес, это бывший заместитель гендиректора Казахстанской промышленной корпорации Альжан Акмолдаев. А вот Марлен Шалтаков, ранее занимавший должность руководителя отдела ЖКХ Караганды, свою вину признал, правда, только частично. С позиции гособвинения остался несогласен и экс-аким Караганды Бауржан Аблишев. Бывший градоначальник заявил, что не совсем понимает, в чём его обвиняют. В частности, ему непонятно обвинение в подрыве авторитета власти в глазах народа. В обвинении звучит подрыв авторитета в глазах народа. Мне непонятно, что такое подрыв авторитета в глазах народа. Государственная власть у нас, согласно Конституции статьи 40, гарант, что власти единственных народов, казах народов является президентом. И здесь ни в одном я не нашёл, ни в уголовном кодексе, ни в государственной оборудовании нет такого термина. Сегодня в специализированном суде Караганды перешли к допросу потерпевших. Ими выступают бизнесмены, которые, по версии следствия, пострадали от преступных деяний экс-руководства Карагандинского региона. В частности, речь шла о тротуарном заводе, который, по данным прокуратуры, принадлежал экс-акиму области Бауржану Аблишеву. В 2012 году ко мне приехали водители, которые поставляют мне балласт, щебень, и сказали, Виктор Васильевич, вы знаете, что строится завод по выпуску тротуарной плитки? Я сказал, нет, не знаю. Я говорю, а где строится? Они говорят, мы в районе Камкарьера, мы там балласт таскаем, песок. Мы нам там сказали. Я говорю, а кто строит, не знаете, знаете. Они говорят, о воде говорят о кем? В 2011 году ко мне на работу приехал, позвонили, сказали, а кем города хочет посетить завод. И после посещения мой начальник цеха где-то через месяца 2-3 рассчитался. И на следующий год я узнаю от людей, что он работает на новом заводе «Еуростандарт». В 2012 году проходили тендеры. К бизнесмену приехали клиенты и сказали о том, что им запретили покупать брусчатку у владельца завода «Кастроймарт». Что нужный строительный материал можно брать только у завода «Еуростандарт Караганда». Между тем, как отметил предприниматель Александр Керн, прибыль завода заметно не упала, что подтверждает налоговая отчётность предприятия за 2012 год. После допроса потерпевших судья процесса Исламхан Исенбаев объявил перерыв заседания. Суд продолжит свою работу 17 августа, понедельник. Николай Кровец, Жасулан Макулбеков, Арман Артаев, 1-й Карагандинский. Обманутые клиенты турфирмы «Фараон» недовольны ходом следствия. По их словам, правоохранительные органы слишком медленно разбираются в деле. Процесс продвигается только тогда, когда люди жалуются в областную прокуратуру. «Во-первых, юго-восточный отдел полиции, я считаю, безалаберно, что целый месяц продержали дело, никого из нас не вызывали и вообще следственных действий никаких не принимали». Сегодня около 30 жертв в компании «Фараон» собрались в областной прокуратуре. Со слов потерпевших, дело не двигается с мёртвой точки. Виноваты в этом полицейские юго-восточного отдела. Не разобравшись сами, они передали материалы дела в ДВД. Только на днях людей признали потерпевшими. «Опециально пришёл в милицию юго-восточную, они говорят, не надо, есть же там от отца заявление. Я говорю, ну пострадавший-то не отец. Они говорят, да нет, не надо, мы там вот так вот». Семья Игоря Жаликова и его родственников потратила на путёвки в Турцию около полутора миллионов тенге. Некоторые из близких взяли кредит – около 400 тысяч. Сейчас им приходится расплачиваться, а отдых не удался. «Мы люди не кровожадные, мы даже не хотим, так сказать, чтобы её лишали свободы, пусть она нам возместит ущерб». Со слов потерпевших, сейчас владелица турфирмы Жанна Абиуп ходит на свободе, кормит пострадавших обещаниями вернуть деньги. Последняя обещанная встреча должна была состояться 4 августа, но людей всё так же встретили закрытые двери офиса. «Всеми делами занимается мама Жанна Карлагаш. У нас есть все данные этой мамы Карлагаши, номера телефонов, адреса, всё. Если сейчас они заблокируют нам доступ в офис, если у них офис находится в аренде, то есть они арендуют его, мы прямым путём будем ходить к ним домой». По официальным данным из областной прокуратуры, надзорные органы обещают взять проблему пострадавших карагандинцев под личный контроль. Сколько ещё обманутым клиентам турфирмы «Фараон» придётся ждать справедливости и возмещение убытков остаётся вопросом. С момента их первого обращения в правоохранительные органы прошло уже более месяца, но пока ВОЗ и ныне там. Возмущённые граждане хотят, чтобы дело ускорилось и им вернули деньги. Системы А-класса. Долговечность. 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надёжный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. В Шахтёрской столице наградили самую образцовую школу. Ею стала гимназия номер 93. Учебному заведению вручили грамоту и 5 миллионов тенге. Призы были вручены на состоявшемся августовском совещании работников педагогической сферы. Там же были отмечены ещё несколько отличившихся учебных заведений. Педагоги рассказали о изменениях, которые ждут учеников в новом учебном году. Например, учебный процесс четвероклашек. Будет введена новая международная исследовательская методика ПИРЛС. Аим Амрина с подробностями. В августовской конференции учителей приняли участие педагоги и руководители всех школ Шахтёрской столицы. Самых отличившихся из них наградила Кимгорода Нурлана Убакиров. Директор 93-й гимназии, которая была сегодня признана самой лучшей, не стала скрывать, на что они потратят деньги. Нужно шагать ногу со временем и приобретаем кабинет робототехники. Работники сферы образования обсудили изменения, которые будут в новом учебном году. Со слов руководителя отдела образования города Дулата Жикибаева, ставку в новом году нужно делать на подушевое финансирование учеников. Его смысл заключается в централизации расходов на образовательный процесс и выделении средств в расчете на одного учащегося в год. Объем выделяемых средств зависит от численности учащихся. С 1 января 2016 года 44 средних школ города Караганды войдут в пилотный проект по подушевому финансированию. Нововведения коснутся финансирования учебного процесса в 10-11 классах. Отмечая положительный итог прошлого учебного года, Жикибаев отметил, что в новом году также будет уделяться больше внимания дуальному обучению. То есть старшеклассников будут лучше практиковать. Для этого им предоставят возможность чаще посещать предприятия города и знакомиться с их работой изнутри. Аким города Нурлана Убакиров, поздравив педагогов с наступающим учебным годом, процитировал слова президента. Слова президента образования – это ценность и основа успеха как отдельного человека, так и страны в целом стали базовыми принципами формирования новой системы, которая будет эффективной содействовать продвижению нашей страны в число преуспевающих стран. В новом учебном году также планируется увеличить количество педагогов и директоров школ, прошедших трехуровневую подготовку. Сейчас в городе их насчитывается около тысячи. К тому же качество обучения четвероклассников будет отслеживаться новой международной исследовательской методикой ПИРЛС. Каким образом это будет происходить, пока остается загадкой. Айам Амрина Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Предпринимательский потенциал нашей области используется не на 100%. Бизнесменам нужно активнее действовать самим, а не ждать постоянно помощи от государства. Такое заявление сделал глава региона Нурмхамбет Абдебеков на открытой встрече чиновников с представителями малого и среднего бизнеса. А мы привыкли за последнее время к тому, что государство в большой карман, который безграничный, он должен помогать и помогать. И нам точно еще больше, больше, больше. Глава региона Нурмхамбет Абдебеков призвал предпринимателей пытаться свои проблемы решать самостоятельно. Со слов Акима области, государство готово помогать бизнесменам, но поддержка не безгранична. Ведь кроме опытных предпринимателей, нуждающихся в субсидиях, есть и другие люди. Например, начинающие представители малого и среднего бизнеса. Бизнес в малом и среднем у нас в регионе возникается. Более 92 тысяч субъектов у нас в насильничестве, но среднего малого бизнеса. Они обеспечивают более 500 тысяч рабочих мест, экономически активного населения полностью. Стоит задача, естественно, не снижать темпов развития, которые на сегодняшний день имеются. На встречу по обсуждению проблемных моментов в ведении бизнеса приехал и гость из Астаны. Председатель правления Национальной палаты предпринимателей Аманат остался доволен развитием малого и среднего бизнеса в регионе. В свою очередь, Абулай Марзахметов еще раз напомнил бизнесменам о вхождении Казахстана в режим экономии. Он попадал максимально перейти на режим экономии. Ну, конечно, первое, что касалось, это и бюджетно-северой госкомпании. За последние годы в Карагандинской области поддержано более 800 бизнес-проектов. С их помощью сохранено около 50 тысяч рабочих мест, созданные 16 тысяч новых. Эти показатели нужно улучшать, а значит, бизнесменам есть над чем подумать. Аймамрина, Исламбекоспан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В Караганде установят болларды. Об этом сегодня сообщили в Акимате на пресс-конференции по благоустройству города. Дорожные блокираторы будут предотвращать гонки автомобилистов на дорогах после 8 вечера. Наш корреспондент более подробно. Болларды в этом году установят по улице Алалыкина как раз недалеко от сквера. При нажатии одной кнопки из-под асфальта будут появляться телескопические столбы, которые станут ограничивать въезд на эту территорию после определенного часа. Если дорожные блокираторы переживут эту зиму, в следующем году их установят в других частях города. Как новым мы асфальт положим, у нас начинаются ночные гонки. Ну, сами видите. Если у нас нету наших, так сказать, сотрудников дорожной полиции, никто, ну не то, что никто, есть у нас категория, особенно среди молодежи, которая не обращает внимания и превышает скоростной режим, пролетает. Поэтому в данном случае уже по этой улице никто в ночное время и в субботу, воскресенье не будет не летать. Пожалуйста, ходишь, подъезжаешь, до Боллардов доезжаешь, паркуешься, выходишь, прогулялся, походил на эту улицу, сел в свою машину, развернулся и уехал. Кроме такого зарубежного новшества, как Болларды, в городе будут проведены дорожные солярные маркеры. Их установят прямо в асфальте от кафе «Беркут» до путепровода по направлению Алматы. Маркеры будут работать на солнечных батареях. Ночью будут светить водителям, предотвращая курьезные ситуации. Закупать их будут за границей. На пресс-конференции, помимо этих объявлений, были озвучены суммы выделенных средств на благоустройство города – более 2 миллиардов тенге. В эту сумму входит ремонт дорог, разметки и подрезка деревьев. Амина Смакова, Олжас Габасов, Роман Нартаев, Первый Карагандинский. Около тысячи малообеспеченных семей Карагандинской области получат бесплатно школьные принадлежности. Такую благотворительную помощь маленьким детям окажет фонд первого президента страны. Мероприятия проходили в рамках масштабной акции «Дорога в школу». Партия «Нуратан» и общественное объединение «Кредо» тоже подключились к республиканской акции «Дорога в школу». Сегодня для 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вручили портфели со школьными принадлежностями. Эта акция стартовала в Караганде две недели назад, но сегодняшнее мероприятие проходит по всей области. «Более тысячи детей получат подарки. Это иранцы, это школьные принадлежности к школе. В первую очередь мы будем помогать тем регионам, где пострадали от паводков. Это дети Мустафина, это в Абайском районе, это в Шестском районе и в других, где дети не имеют возможности из социально уязвимых слоев населения собрать детей, допустим, родителей собрать детей в школу». Для многих родителей получать такие нужные подарки детям очень приятно. Сегодня не все семьи могут позволить купить для своих малышей необходимые вещи. Поэтому акция «Дорога в школу» призвана помочь таким детям. «Я рада участвовать в сегодняшней акции. Спасибо фонду первого президента и партии «Нуратан». Хотелось бы, чтобы эти акции проводились каждый год и помогали нам, многодетным семьям, малобеспеченным и детям-сиротам». Партия «Нуратан» проводит акцию «Дорога в школу» уже восьмой год. В этом им помогают не только члены партии, но и другие общественные организации. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Артаев, Первый, Карагандинский. И в заключение. Как можно интересно отдохнуть в воскресенье. В Центральном парке культуры и отдыха состоится празднование Дня спорта Республики Казахстан. В этот день будет проходить церемония награждения работников сферы физической культуры и спорта, создавших значительные вклады в развитие спорта в регионе. Кроме того, будут вручены почетные грамоты и благодарственные письма от имени Акима области и города Караганды. Также пройдут зрелищные спортивные выступления. Начало мероприятия в половине одиннадцатого. Вас ждут в Центральном парке Караганды. На этом все. Я с вами прощаюсь. Смотрите новости на Первом Карагандинском. И вы всегда будете первыми узнавать о событиях региона и города. Всего вам доброго. Хороших вам выходных. С вами был Сергей Высокосов. Редактор субтитров А.Семкин